Коллеги, гиполепидемическая терапия это то, что очень помогает в улучшении прогноза, но в чем следует очень тщательно убеждать пациента, поскольку в отличие, скажем, от гипотензивных препаратов, статины не имеют краткосрочных явных клинических эффектов. И принимая препараты в течение длительного времени, пациент не чувствует от них никакого улучшения. Поэтому назначение статинотерапии всегда у нас будет соседствовать с очень тщательной, внимательной работой с пациентом. Начну с того, что атеросклероз это фактически патоморфологическая основа большинства ишемических синдромов. Но атеросклероз развивается не вмиг. Это патологический континуум, когда при повышенных показателях липопротеинов низкой плотности у пациента начинается поражение внутренней выстилки сосудов, вернее, даже средней выстилки сосудов. Наиболее ранними проявлениями поражения сосудов является эндотелиальная дисфункция, которая характерна как для атеросклероза, так и для артериальной гипертензии. Когда изменяются свойства эндотелия, эндотелий начинает в большей мере синтезировать базоконстрикторные вещества, такие как эндотелин, меняется его антикоагулянтная поверхность, и уменьшается образование оксида азота, база дилетакра и вещества, которые, в общем-то, нормализуют реологию крови. А в дальнейшем этот континуум развивается достаточно быстро, приводя к формированию атеросклеротической пляшки, и в зависимости от плотности ее фиброзной капсулы создается условие для развития острых ишемических состояний, когда фиброзная капсула на фоне гиперкриза или в связи с какими-то другими событиями при активности воспалительного ответа просто разрывается и формируется троп. Что касается наиболее ранних признаков поражения сосуда, то тут эндотелиальная дисфункция, несмотря на то, что в клинических условиях ее не определяют фактически практические врачи, для этого существует, во-первых, определение нейронобиохимических показателей, во-вторых, проба целермайра, проба смережатия плечевой артерии. Так вот, было показано в одном немецком исследовании, что по мере ухудшения показателей эндотелиальной функции, то есть уменьшения степени расширения сосуда после пережатия, увеличивается кардиоваскулярный риск. То есть вот это самые первые, самые начальные признаки изменения сосудов. Как мы можем оценить толщину сосудистой стенки? На сегодняшний день достаточно много и простых, доступных, и высокотехнологичных методов исследования. Одним из высокотехнологичных методов является ПСУЗИ, внутри сосудистой УЗИ. Когда татчик входит внутрь сосуда, мы можем посчитать площадь просвета сосуда и площадь атеросклеротической пляшки. Естественно, использование такой методики оправдано в научных целях, для доказательства возможности влияния на площадь пляшки. Вот это данные МРТ, специализированное исследование, где ланцируется общая сонная артерия, и можно посчитать толщину стенки общей сонной артерии. У молодого человека больший просвет, тонкая равномерная стенка. У человека зрелого возраста неравномерное утолщение стенки, сужение просвета. И наиболее доступный метод, который мы делаем всем нашим пациентам, это исследование толщины комплекса интимомедия общей сонной артерии, недалеко от зоны бифуркации ее на внутреннюю и наружную. В норме не должна превышать 0,9 мм толщина комплекса интимомедия. Ну вот количественные характеристики. Толщина не больше, чем 0,9. В данном случае явно утолщенный. Наличие и размер пляшки. Вот здесь есть пляшка атеросклеродическая. Дальше описывается равномерность контуров, наличие шероховатости, наличие слоистости. Вот такое изменение уже характерно для атеросклероза. И сказать, что у этого пациента здоровые сосуды мы не можем. Поэтому вот этот пациент, конечно, это группа рисков, у которого мы контролируем показатели липидограммы и назначаем гиполепидемическую терапию. Что касается связи между показателем липидов, в частности, липопротеидов низкой плотности и общего холестерина, и сердечно-сосудистых событий, то давно и достоверно доказано, что такая связь существует. Причем, чем выше уровень холестеринов, липопротеидов низкой плотности, тем выше был риск кардиоваскулярных событий. Причем это касалось не только тех пациентов, у которых уже случались события, и имела место вторичная профилактика. Понятно, что у них наклон клевой больше, и в качестве вторичной профилактики контрольные педаграммы имеют еще большее значение, чем в качестве первичной профилактики. Но в отношении первичной профилактики тоже, чем выше уровень холестерина, тем выше частота осложнений, хотя и прирост не такой заметный. В метаанализе, который включал 26 исследований, больше 170 тысяч пациентов, было показано, что снижение уровня холестерина, липопротеидов низкой плотности на 1 мм на витр приводит к существенному улучшению прогноза. Уменьшается общая смертность на 10%, на 20% и смертность у тишенической болезни сердца, на 23% частота коронарных событий и на 17% частота инсульта. И вот в 2011 году в Европе, в 2012 году у нас в Украине выходят новые рекомендации к поведению больных с дислепидемией. Основываются они на концепции стратификации риска. Выделяют группу очень высокого риска, группу высокого риска и в целом популяционную группу. Кто относится к пациентам очень высокого риска? Это все люди, у которых уже установлены сердечно-сосудистые заболевания. Это пациенты с сахарным диабетом, первого и второго типа, при наличии хотя бы одного фактора, дополнительного риска или хотя бы одного поражения органа мишени. Я в своей практике ни разу не встречала диабетика, у которого не было бы хотя бы одного дополнительного фактора риска или поражения органа мишени. Так что таким образом практически все они относятся к группе очень высокого риска, но и за исключением очень молодых людей с первым типом диабета. Пациенты с хронической болезнью почки при снижении скорости глупостной фильтрации менее 60 и при расчетном риске по скорой 10% и более это риск смерти от сердечно-сосудистого события в течение ближайших 10 лет. К группе высокого риска относятся люди с очень высоким хотя бы одним показателем и те, у которых расчетный риск по скорой составляет 5-10%. И вот в зависимости от того, к какой группе пациент относится, мы соответственно должны достигать целевые значения липидов, либо протеинов низкой плотности и общего холестерина. Для больных очень высокого риска, либо протеины низкой плотности меньше, чем 1,8, холестерин меньше, чем 4, для больных высокого риска меньше, чем 2,5, меньше, чем 4,5. При невозможности достичь целевого уровня. А, к сожалению, крупные исследования показывают, что где-то 60-70% и больше удается нам контролировать вот эти целевые значения. В большинстве случаев пациент, несмотря на то, что относятся к группе очень высокого риска, все равно выходят за пределы их целевых значений. Так вот, при невозможности достичь целевого уровня, необходимо снижать холестерин и гипопротеинов низкой плотности более чем на 50% для больных очень высокого риска. Это уже будет успех. И на этом базируются американские рекомендации, которые по сравнению с европейскими такими более научными, являются более утилитарными, более приближенными к ежедневной клинической практике. Более чем на 50% от исходного уровня. Почему так? Потому что в исследовании было показано, что снижение холестерина, липопротеинов низкой плотности на 50% от исходного уровня приводит к стабилизации атеросклеротической пляшки. Стабилизация пляшки – это предотвращение острых коронарных событий. На 50% и более изменяется объем атеромы, уменьшается объем липидного ядра и увеличивается плотность этой пляшки. Что касается действия различных статинов на уровень липопротеинов низкой плотности. На сегодняшний день в нашем арсенале есть много статинов. Старые лова, право, статин. Те, которые мы чаще всего используем, это симфоатурма, розово, статин. И вот здесь следует показать, я специально подчеркнула это красное линии, что примерно на 50% снижения липопротеинов низкой плотности удается достичь при использовании 20 мг розового статина, примерно 40 мг аторво статина или 80 мг сифво статина, что на сегодняшний день не применяется. Используется доза 40 мг сифво статина. Таким образом, для быстрого и целевого снижения уровня липопротеинов низкой плотности мы используем вот эти препараты. Розово статин 20 мг или аторво статин 40 мг. А достигать таких значений мы должны у пациентов с ишемической болезнью сердца. Те, которые к нам впервые обращаются, у которых мы диагностируем дислепидемию и у которых нашей первоочередной задачей является стабилизация атеросклеронической пляшки. То есть, если даже не достижение целевых значений, то хотя бы на 50% исходного уровня снижения. Исследование МРГУРИ было посвящено изучению эффективности различных статинов в плане снижения уровня липопротеинов низкой плотности. Около 2000 пациентов вошло в исследование. Они принимали раньше статины с более слабым гиполепидемическим действием, затем переводились на розово статин 10-20 мг. В течение 16 недель пациенты получали препараты и было показано, что уже при начальной дозе розово статина 10 мг, более 40% снижение уровня липопротеинов низкой плотности было достигнуто. Увеличивалась эффективность лечения. Если пациент принимал более старые, более слабые статины, например, симфостатин, перевод его на розово статин увеличивал эффективность примерно в 1,3 раза. И в заключение было отмечено, что использование дозы 20 мг розового статина на 52% снижало уровень липопротеинов низкой плотности. То есть назначение вот этой универсальной дозы удобно для врача амбулаторной практики, потому что в большинстве случаев снижает показатели на 50 с лишним процентов. И было продемонстрировано, что 8 из 10 пациентов достигают целевого уровня липопротеинов низкой плотности, при использовании розового статина. Вообще розового статина – это новый статин, относительно новый, который является наиболее мощным гиполепидемическим препаратом, потому что действительно по сравнению со всеми остальными препаратами, это право статин, это симво статин, это аторво статин, все достойные липопротеинов, прошедшие колоссальный объем клинических испытаний, показавшие положительное влияние на прогноз, но розового статина оказал наибольший эффект. И вот доза 20 мг 52% снижения, 55% снижения на дозе 40 мг. Как долго принимать статины? К сожалению, пациент не всегда понимает, что статинотерапия – это пожизненная терапия, это не лечение пневмонии антибиотиками в течение короткого времени. Излечиться от атеросклероза невозможно. Чем дольше пациент получает препараты, тем лучше прогностические эффекты. И снижение сердечно-сосудистого риска увеличивается по мере длительности приема статина. Каким образом это реализуется? В исследовании астероид, которое было проведено на розового статине. Пациенты в течение двух лет принимали розового статин, им делали внутрисосудистые ОЗИ коронарных сосудов. Было показано, что за два года отмечено достоверное уменьшение площади атеросклеротической бляшки, достоверное уменьшение просвета сосуда. То есть своевременное назначение препарата, контроль и показатели липидограммы, и способствует уменьшению толщины атеросклеротической бляшки, увеличение ее стабилизации. Розового статин вызывает достоверное уменьшение размера атеросклеротической бляшки сонной артерии. И вот эта доза 20 мг, она очень удобна. Препарат розового статина 20 мг, он, в общем-то, и выпускается в такой дозе для того, чтобы это было оптимальное решение при назначении пациентом с ишемической болезнью сердца. Когда у 8 из 10 пациентов мы можем достичь селевого уровня, и, по крайней мере, мы уверены, что назначение 20 мг розового статина обеспечит нам 52-процентное снижение уровня липопатридов низкой плотности, что будет сопровождаться, естественно, существенным снижением риска кардиоваскулярных событий. А вот нужны ли статины при нормальных показателях липидограммы? Здесь мы рассматриваем статины не просто как гиполепидемические препараты, влияющие на биохимический показатель. Здесь мы рассматриваем их как антисклеротические препараты, как противовоспалительные препараты, которые реализуют свое действие за счет плейа трудных дополнительных скользь. Согласно исследованиям крупным ГРИСТИИ, было показано, что не существует нижнего порога уровня холестерина, при котором у больных с талиной ИБС не было бы положительного прогностического эффекта статинов. Это ИБС, это особая клиническая ситуация, это наличие доказанного симптоматического сердечно-сосудистого заболевания. Статины эффективны у больных с фартом миокарда или острым коронарным синдромом при повышенном нормальном и даже пониженном уровне холестерина в крови, особенно при повышенном уровне ЦРБ. Цереактивный белок, показатель воспаления, маркер воспаления. В клинической практике мы определяем рутинно ЦРБ, но здесь использовались хай-сенситивити ЦРБ, которые определяют некоторые коммерческие лаборатории. Крупное исследование, которое включало больше 160 тысяч человек, здесь 54 исследования вошло в метаанализ, продемонстрировало, чем выше уровень цереактивного белка, тем выше частота инфаркта миокарда. Чем выше уровень ЦРБ, тем выше сердечно-сосудистая смертность. Поэтому отдельную группу риска составляют больные с повышенным уровнем ЦРБ. Кому же абсолютно показаны статины безотносительно от начального уровня показателей липидограммы? Это те люди, у которых есть атеросклеротическое поражение сосудов, у которых есть пляшка, у которых стабильность этой пляшки самочетивна, и у которых статины реализуют свои плеотропные свойства. Это ИБС, все клинические формы ишемической болезни сердца. Выставляя диагноз ИБС, мы обязаны назначить статинотерапию. Это аргиопластика, стентирование или аортокоронарное шунтирование. Это аневризма аорты, атеросклеротическое поражение сонных артерий или артерий головного мозга, поражение периферических сосудов, артерий нижних конечностей. Сахарный диабет при наличии поражений органов мишени, хотя бы одного, хотя бы микрохальгуминурии в качестве маркера поражения сосудистого звена почки. Какие свойства присущи статинам, кроме их гиполепидемического эффекта? Во-первых, они уменьшают эготелиальную дисфункцию, они уменьшают тромбогенную активность крови, снижают опосредованный ангиотензином два эффекта, такие как вазоконстриция, снижение плотности рецепторов к ангиотензину, уменьшение активности провоспалительных реакций, уменьшение содержания провоспалительных цитокинов, уменьшают гипертрофию клетки и снижают профибротические стимулы. Вот как могут выглядеть сосуды, на которые будут действовать статины. В данном случае один сосуд, фиброзное изменение, отложение кальция. Понятно, что здесь субстрата для действия статинов нет, но вот рядом расположенный сосуд, богатое липидное ядро, тонкая капсула, разрыв и тромб. Естественно, применение статина у такого пациента защитит его от развития коронарного синдрома. Вот тяжелейшее поражение. Большая липидная пляшка, разрыв капсулы, формирование тромба с полным перекрытием сосуда. Вот это коварная пляшка. С одной стороны выраженный фиброз, с другой стороны богатое липидное ядро с очень тонкой покрышкой. Разрыв в данном случае будет способствовать формированию тромба. Поэтому, что происходит в сосудах у пациента на всем протяжении сосудистого русла, нам предположить не дано. Если мы видим атеросклеротическое поражение сосудов ног, сосудов шеи, мы можем предположить, что вот такие изменения могут наблюдаться у пациента. При дестабилизации пляшки, при разрыве пляшки, например, стрессовая ситуация, увеличение ЧСС, увеличение артериального давления, разрыв тонкой фиброзной капсулы, выброс колоссального количества биологически активных веществ, активация тромбоцитов. Тромбоциты создают защитный слой на поверхности разорвавшейся пляшки и начинается взаимодействие различных клеток крови, в частности тромбоцитов и нейтрофилов. Вот здесь вот этот тромбоцитарно-лейкоцитарный комплекс, это фактически активация трикеров воспалительного каскада, это воспалительная реакция. И статины в данном случае подавляют активность воспаления. В 2013 году, уже говорила Елена Геннадьевна, вышли новые рекомендации по ведению больных с коронарной болезнью сердца, больные со стенокардией. И в качестве препаратов, которые улучшают прогноз, перечислено, в общем-то, три группы препаратов. Ацетил салициловая кислота, всем при отсутствии противопоказаний, при наличии противопоказаний к лапидогрилу. Статины всем пациентам СИБС, и ингибитор ЭВЭО при дополнительных показаниях, артериальная гипертенция, сердечная недостаточность, сахарный диабет. И вот здесь при невысоких показателях репидограммы мы можем использовать статины старые, с хорошей доказательной базой, в частности, аторвостатин. По аторвостатину также есть данные о том, что он уменьшает толщину атеросклеродической бляшки. Опять же, в СУЗИ 6 месяцев лечения, у больного без статинотерапии рост бляшки за 6 месяцев, у больного, получавшего 20 миллиграмм аторвостатина, снижение площади бляшки на 13%. Доказательная база по статинам, первичная профилактика, существенное уменьшение общей смертности, в частности, в исследовании о сход лепидной обеды, 3 года аторвостатина продемонстрировала уменьшение вторичных конечных точек на 29%. По вторичной профилактике еще более впечатляющие результаты исследования мира на аторвостатичные и 3-летние исследования ГРИЗ, где было отмечено, что у больных, уже документированными сердечно-сосудистыми болезнями, общая смертность на пони прием аторвостатина снижается на 43%, на 47% нефатальный инсульт, фатальный инфаркт миокарда на 57%. Предоставляет нам, опять же, в Торвопарк, несколько хороших панель дозировок, это 10, это 20, это 40 миллиграмм аторвостатина, которые мы можем использовать в своей практике в зависимости от того, какие исходные значения липидов у больного наблюдаются и каких целевых значений мы хотим достичь. Увеличение дозы препарата, соответственно, будет способствовать увеличению гиполипидемического эффекта. В исследовании АТЛЕТ, которое было проведено уже, собственно, на Торвопарке, заказанной компанией-изготовителем, было показано существенно, это многоцентровое исследование, почти 7 тысяч пациентов, было показано значительное улучшение всех параметров липидограммы и очень высокий профиль безопасности. Клинические негативные побочные эффекты отсутствовали и изменения лабораторных показателей в процессе лечения отсутствовали. Что касается больных с артериальной гипертензией. Артериальная гипертензия рассматривается как мощнейший фактор риска, но в общем-то на Западе некогда документированное сердечно-сосудистое заболевание. Необходимо подтвердить, что есть поражение атеросклеротическое сосудо. В таком случае мы будем иметь документированное СССР. У больных с артериальной гипертензией при наличии сердечно-сосудистых заболеваний целевой уровень меньше, чем 1,8. Понятно. Независимо от того, что еще у больного есть, если есть ИПС, 1,8 целевой уровень. Если у пациента нет сердечно-сосудистых заболеваний, мы впервые диагностировали артериальную гипертензию, у него умеренно высокий риск, то уровень липопротеида в низкой плотности должен быть меньше 3. Это первый акт класс доказательств. Вот в этом случае мы можем использовать и аторвостатин в том числе. Вот это вот один из наших пациентов, которого мы случайно выявили при случайном осмотре. 52-летний мужчина, давление 161 на 90, просто ни на что не жалуется, антигипертензивную терапию не принимает. Топлерографическое исследование по просьбе пациента проведено и продемонстрировало наличие большой атеросклеротической пляшки в зоне ответвления внутренней сонной артерии. Она достигала 4 мм толщины. Естественно, этот пациент относится к группе очень высокого риска, поскольку у него есть риск дестабилизации пляшки, развития острого нарушения мозгового кровообращения. Еще один пациент, наши собственные наблюдения, две направленные друг на друга атеросклеротические пляшки внутренней сонной артерии толщиной 3 и 4 мм. Больной также не получал статинотерапию, антиагрегатную терапию, которая после этих осмотров, естественно, им была назначена. При сахарном диабете? При сахарном диабете четко прописано, если у пациента первого или второго типа сахарного диабета есть поражение, хотя бы одно органов мишени, или хотя бы один фактор кардиоваскулярного риска, он относится к группе очень высокого кардиоваскулярного риска и целевые значения у него меньше, чем 1,8, либо в три до низкой плотности. Но если у пациента нет таких поражений, он относится просто к группе высокого риска, тогда целевые значения меньше, чем 2,5. Хотя практически, если оценивать свой клинический опыт, могу сказать, что фактически каждый больной с сахарным диабетом второго типа нуждается в статинотерапии, поскольку целевые значения липопротеидов в низкой плотности у таких пациентов должны быть меньше, чем 2,5, даже при оккупе поражения органов мишени или дополнительных риск-факторов. А в большинстве случаев мы обязательно обнаруживаем какой-нибудь риск-фактор или поражение органов мишени. Ну и вот пациент с сахарным диабетом, субтотальный стеноз. 75-летний пациент, не получавший свое время на лечение, субтотальный стеноз, прохождение внутренней клонной артерии на 10% у него сохранилось. Вот такие поражения. Это препарат гипидное ядро. Все, я заканчиваю. В отношении побочных эффектов статинов. Трансаминит, повышение уровня трансаминаз не более чем 3 верхние границы нормы. Это не называется гепатотоксичностью. Трансаминит. Частота трансаминита для всех статинов одинакова. В 70% случаев проходит спонтанно без обмена статина. Это 2-3 недели. Пугаться не следует. Зависит от дозы статинов. Высокие дозы дают чаще. Низкие дозы до 1%. В применении при стеатогепатозе статинов было показано, не имеет значения, есть стеатогепатоз, нет стеатогепатозов. На ходе применения статинов нет. Тенденции к увеличению АЛТ, у больных со стеатогепатозом. Если у пациента исходно повышенные значения АЛТ, АСТ, таким образом назначая статины, мы можем опасаться их дополнительного повышения. Было проведено исследование, где показано, что у больных со стеатогепатозом при исходно повышенных показателях АЛТ, АСТ, назначение статинов не приводит к достоверному их повышению. Поэтому не опасаясь. Если нет, повышение более 3-х норм, мы можем продолжать 3-х. В отношении КФК, повышение КФК в 10 и более раз и на розово-статике в используемых дозировках, и на 1-го статике в используемых дозировках не превышает, как правило, 1%. Очень редкая патология повышения уровня КФК. Равномиолиз еще более редкая патология. У нас в Украине, вот говорил Юрий Николаевич, ни одного случая не было зарегистрировано в Украине равномиолиза. Поэтому опасаться поражения мышц нам тоже не следует. Но мы должны учитывать, что может быть, межлекарственное взаимодействие. Амидарон, варфарин, вибраны, дигоксин могут способствовать повышению уровня КФК. Это те препараты, которые пациенты используют в клинической практике. И в отношении новых случаев сахарного диабета. К сожалению, у статинов есть такое свойство. Они могут увеличить по частоту новых случаев сахарного диабета. Но с третьим это 10%. И по сравнению с 50% снижением риска кардиоваскулярных осложнений, соотношение пользы и риск, конечно, колоссальное в пользу статинов. Поэтому опасаться этого сахарного диабета нам тоже не следует. Мы позволяем на 50% снижить риск осложнений. И очень важно, чтобы препараты к пациентам принимали длительно, чтобы препараты оказывали эффект. Поэтому важно назначать препараты гарантированного качества. Розопарт – это европейский розовостатин, тормопарт – это европейский атормостатин. Причем в широкем спектре дозировок, который нам может назначать в своей практике. Благодарю за внимание.